здравствуйте уважаемые подписчики и зрители моего канала хочу сделать небольшой обзор по поводу прицепа mp700 либо как его называют т.м. 500 то есть т.м. 500 он изготавливается в россии потом так понимаю доставляется в беларусь белорусские маркетологи волшебным образом добавляют ему грузоподъемности 200 килограмм и получается mp700 так то обычный т.м. 500 и россии хочу по нему сказать блин я бы уже сейчас его наверное не купил потому что стоя обошелся у меня в 900 рублей порядка 400 долларов сейчас помощью дорожим стал здесь при варке пропалили подкрасили изначально я его смотрел конечно же по обзорам интернете понравился мне его цвет как бы поспрашиваю людей у кого он есть там товарища 1 был сказал что да неплохой ну видно каждую свою корову хвалит потому что но я не знаю я не могу хвалить его потому что мне он не очень нравится то есть я расскажу лучше о минусах его минусы самые основные это но его цена и его изготовление то есть он этих денег не стоит и близко то есть если бы сейчас я все-таки заморочился на эту тему я бы пытался делать не пытался делал бы сам но если у вас нет возможности изготовить ну тогда может быть да в принципе туда тогда он неплох опять же смотрите вот качество изготовления слева вверху справа внизу видно вот я его купил в ноябре месяце ржавец сразу начал варили его наверно явно человека два потому что потом покажу сварку кое-где приварена вроде бы неплохо сварные швы как бы симпатичные но их очень мало симпатичный в основном просто на насрана насрана сваркой полуавтоматом очень криво косо все так что тут а качество окраски вот я здесь уже показал просто подмазали все это проблема интернет магазина когда покупаешь интернет магазине ты что привезли то привезли красили его и так понимаю скорее всего потом после изготовления то есть уже просто поставили задули краской все не особо заморачиваясь по местам здесь краски вообще нету снег видно что краски нету создаю сам себе создаю тень плюсы цвет симпатичный и огромный плюс мне понравился это клирицио клиренс порядка 50 5 сантиметров если подни ищу если брать тормоза вот трасса тормозу трасса тормозные но не как бы гуляют не цепляются после по веткам так наверно зацепиться и можешь вообще убрать потому что тормоза здесь я потом их покажу отдельно они в общем то никакие вот сцепка или прицепное как сказать было пережат болт пришлось ослабляться но это мелочи конечно все в основном халтурная работа работа халтурная просто до отвращения я рядовой обыватель как бы нет ни сварщик не профессионал но сразу не по кривой профиль когда привезли привезли мне вот ночью то все его естественно база не мог смотреть да и как бы как-то так все задним числом потом начинаешь только видеть кривая криворукость работников прицеп довольно таки легкий то есть легко можно перевернуть ну по сварке опять же просто насрано 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 вот распорка чтобы раздвигать борта обратите внимание здесь еще должно быть одно ухо два подряд чтобы она держалась друг за друга когда его вынимаешь выдвигаешь она будет держаться только на этих двоих это я уже впоследствии заметил что здесь пусто просто пусто есть ограничитель и все на это сварка просто нас тут не видишь тут недоделка по сварке просто кошмар я не сварщик на блин этот чудо конечно тут так что я хотел вот вот ограничитель вот этот приварен очень высоко и ну получается к дышу к самому что его вот этот распорку эту ее надо опускать и как бы за нее она должна держаться и и опустить невозможно когда начали подымать задышло при монтаже самой телеги то есть пришлось ее выдвинуть вверх вот здесь допустим она держится за даже с запасом обратите внимание даже запаса вот она может свободно убираться здесь нет косяк за косяком сварка и не знаю это не сварка это варили такой чувствовали либо один человек либо два человека еще студенты с училища на по набирали блин кому платить не надо тем самым и зарабатывают так что тут у нас ну вот сварка вот пожалуйста тут вообще походу оторвется скоро здесь вроде еще держится колеса здесь через них не покажу сейчас колеса здесь у нас стоит из двух половинок эта крышка тут тормозная наша великая система тормоза ленточные внутри войлок тормоза и тормозная система ленточная как собрать тормоза я сразу не понял как бы пришлось подумать вот смотрите втулочка 1 втулочка 2 пружинкой между ними протягивается трос пружина отпускная который отпускает вот ленточные тормоза которые держатся на двух болтиках там на 8 на 6 община и тросик заклепанный заклепанный тросик идет на обвод на тягу тормозную и идет уже второе колесо по тому же принципу и вот натяжение его то есть натянуть то сразу не получится с первого раза сначала я отпустил его на два сантиметра попытался ну накинул на вот на тягу и как бы и нифига не тормозит выпустил сантиметров на 6 с огромным трудом накинул на тягу помощью крючка руками бесполезно если бы хотя бы здесь на этой тяге был какой-то натяжение ночь в виде шпиле к там допустим чтобы подтягивать его ну здесь ничего нет видно это другие деньги будут дороже все в общем тормоза ни о чем тормоза фактически не тормозят если бы хотя бы можно было натянуть то может быть что-то и было но вот тормозная система тормоза вы сразу никак не натянется и если подтянуть еще больше на ограничителя на там на болте чтобы тросик потянуть вы просто не оденете на обвод на этот но это его блокировка прицеп самосвальный это все характеристики указаны что еще какие ну этот он и показывал уже крышка сиденья фанера бита дермантином это сидушка спинка то же самое если есть возможность лучше я вам советую изготавливать я бы сейчас уже не наверное небо и не заказывал нет смысл 20 на 40 20 на 40 40 на 40 то есть получается 1 2 3 4 профиля 20 на 40 и три профиля 40 на 40 высотой сколько тут полтора метра это рама поперечина тоже 20 на 40 сам профиль толщиной по-моему сейчас замеряем чтобы не быть голословно 8 это с покраской полтора миллиметровый профиль 20 на 40 что пополняет 40 на 40 40 тут он закрытый не могу посмотреть так сейчас я его переверну на другую сторону 8 это с покраской полтора миллиметровый профиль 20 на 40 что по поводу 40 на 40 кто там закрытый не могу посмотреть так сейчас я его переверну на другую сторону да все таки все убеждаю что варили два человека его потому что здесь как-то сварка чуть-чуть получше уголки приварены приварены лучше не уголки коцинки усиления не то чтобы лучше но видать парень чуть более толковый с одной стороны один шел в другой стороны другой опять же и если брать что здесь нету уха вот этого крепления явно что с одной стороны шел один другой здесь видно быть с такой шел как это ну не отличник но старательный малый а с той стороны шел шалтай болтай есть опасные мелочи сейчас я вам покажу что мне не нравится очень как это вот эти выступы вот они за профиль вышли эти очень острые то есть здесь то нет а вот именно уголки то есть надо брать этот самый шлифовальный круг и снимать эти все острые части что у нас тут так это приварено всем покажу и запасных минусов прям и запасных минусов вот эти острые выходы здесь здесь вот он выступает очень высоко все это сварка прихвачена все это надо отшлифовывать вот выступ почему опасный потому что если кто-то собирается возить детей либо домашних животных то вот допустим тот человек который 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 уже есть в рецепт у него в чарка чарка спрыгивала по приезду видно там на домой спрыгивала с прицепа и зацепилась такая он не правда не совсем понял за бар что но я предположу что вот зашел за что-то это шов по-моему около десяти сантиметров по итогу получилось овчарка на когда откачали ладно спасибо ветеринару седельный под сумок ящик подседельный подножка сложенном виде прицепной надо по совету многих людей кто приобрел подобного типа прицепа надо ставить крестовину газона и и потом отдельно сниму когда сделаю мои заключения по этому прицепу плюс высокий клиренс проезжает везде мотоблок идет посередке там допустим по лесу если ехать то есть колея на еженая дом лесники то наездили мотоблок идет посередине прицеп идет по колее даже не цепляю даже на трасса чистые это из плюсов что еще плюс цвет цвет до плюс подседельный ящик плюс минусы тормоза ни о чем отсутствие тормозов прицепной ну так доделывают надо подножка наверно хорошо отвратительное качество сборки все криво косо остро покраска отвратительно выравнивание вот этих профилей то есть они как бы все вот этого загнутости все эти как правильно сказать все вроде бы старались по итогу создать видимость расширение бортов то это но это все уже в других обзорщиков все указано ржавеет довольно быстро качество арка кстати вот я опять же говорил на той стороне варил специалист более низкого ранга видать совсем либо очень молодой парень либо двоечник который отсиживает как-то так с этим прицепом связываться с ними или не связываться как хотите я бы не связывался теперь уже нет теперь мне он уже как бы не то чтобы не нравятся но просто эти деньги которые за заплатил 400 долларов за прицеп а сейчас он стоит еще дороже естественно то этих денег он не стоит потому что столкнувшись недавно с изготовлением умер у меня шурин от корона за две недели корона забрала его я изготавливал самограду в общем затраты на материалы значительно ниже чем финальная цена то по обратившись по разным компаниям я уже как бы понял что это в три раза на оценка ну так и здесь здесь материалов на блин 150 долларов его цена как сами все можно докупить а кстати еще хотел сказать что вот эти колеса если вы их отделе они одеются на как сказать ну-ка короче колеса де одеваются на на шпильке и потом прижимаются болтами и к сверху устанавливается этот пластиковая заглушка если вы их оденете снять будет очень тяжело потому лучше все заранее осматривать потому что потом снимать с помощью кувалты придется и упу и всяких упоров все